МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Уже не один год и не первый раз звучат вопросы к правительству РФ именно в этом направлении. Сегодня на эти вопросы будет отвечать Дмитрий Николаевич Козак. Какие вопросы рассматриваются регионами сегодня и какие вопросы бьют настолько больно по бюджетам регионов, что продолжается накопление внутреннего государственного долга? Вот эта цифра 2,2 триллиона рублей, 2,3 триллиона рублей, эта цифра практически не меняется на протяжении уже 2-3 лет. Бюджетные кредиты, которыми правительство Российской Федерации пыталось и пытается сейчас заместить, коммерческие кредиты, проблему не решили. Она остается. Проблема закредитованности регионов, она настолько сейчас серьезна, что президент Российской Федерации поручил правительству этой проблемой заняться. Что конкретно? Первое. Это наша налоговая система. Сегодня около 70% централизуется на федеральном уровне всех поступлений от налогов. 30% примерно остается в регионах. Для того, чтобы выполнить все свои полномочия и плюс еще привлечь дополнительные средства на развитие регионов, практически ничего не остается. Отсюда и кредиты. Поэтому мы, наша фракция, предлагаем пересмотреть налоговую систему и решить все-таки этот вопрос в пользу регионов, чтобы у регионов были средства для развития. Следующая проблема – это дифференцированные бюджеты и дифференциация вообще средств на сбалансированность бюджетов. Все регионы разные, условия в регионах тоже разные. Однако сегодня мы выстроили такие межбюджетные отношения, которые подравнивают регионы, не учитывая условия. И поэтому в одних регионах бюджетная обеспеченность достаточно высокая, а в других регионах практически на нуле. Поэтому мы сегодня должны пересмотреть и эту позицию. Те регионы, которые сегодня имеют достаточно средств, они в 7 раз богаче тех регионов, которые собственных средств имеют мало. Следующий вопрос, который нужно обсудить – это полномочия. Вот я посмотрела, Минюст закрепил полномочия за регионами. Значит, что получается? По 184-му закону 108 полномочий регионы имеют. По, значит, те полномочия, которые не входят, не входят в рамки 184-го закона, таких полномочий 61. Что это за полномочия? Это те, которые устанавливаются федеральными законами, которые мы принимаем постоянно. Но деньги на реализацию этих полномочий, к сожалению, в регионы не приходят. Им приходится искать эти средства, чтобы выполнить полномочия, которые закрепляются федеральными законами. Что за нонсенс? Вот. Поэтому, естественно, сегодня вот этот вопрос возникает очень серьезно. Хотелось бы еще отметить и отношение региональной политики, отношение, касающееся закрепления этих полномочий на муниципальном уровне. Дело в том, что мы рассматриваем с позиции федерального центра и регионов, а муниципалитеты у нас остаются за бортом. Буквально два года назад начала работать рабочая группа, созданная при правительстве Российской Федерации. Эта группа занималась инвентаризацией полномочий. И, в общем-то, собственно, результат был, я бы сказала, ну, наверное, недостаточен. И результат этот не получил должного обсуждения. Ну, нам выдали эти цифры, посмотрели, часть регионов поправили, однако ситуация не изменилась. Вы знаете, сейчас идут изменения кадровой политики, меняются губернаторы. Но я хочу сказать, что меняются люди, а системы остаются. И я бы не советовала танцевать на гостях тех губернаторов, которые были отставлены. Потому что сегодня та система межбюджетных отношений любого губернатора может привести к такому печальному концу. Главная проблема и главный вопрос повестки дня сегодняшней это действительно совершенствование межбюджетных отношений. И то, что Козак сегодня сюда в Думу едет и будет докладывать основной доклад, это, по сути дела, обеспечивает и означает актуальность этой проблемы. Лет 10 проблем межбюджетных отношений в федеральном собрании она была заморожена, как и в правительстве. В 2008 году были тучные годы, и поэтому не надо было эти вопросы рассматривать. А теперь, в общем-то, нужно обеспечивать экономический рост, который бы был не ниже среднемирового уровня. И, соответственно, надо пересматривать все межбюджетные отношения, потому что ныне существующие межбюджетные отношения, они, по сути дела, ведут Россию в тупик. И нет, и не будет при таких отношениях потенциала для развития России. Поэтому мы сегодня будем обсуждать эти проблемы. Но проблема, собственно, такая. Вот с одной стороны, по расходным полномочиям бюджет России – это федеральный бюджет, три уровня полномочий, вы знаете. А с точки зрения доходов – это абсолютно унитарный бюджет, потому что вся доходная часть, девяносто примерно, три процента по нашим подсчетам, принимается и обеспечивается, регулируется за счет федерального законодательства. Ни органам местного самоуправления, ни региональным представительным органам практически места там не остается. Поэтому мы сегодня считаем самой важной задачей обозначить вот эту проблему, которую я уже сейчас вот вам сказал, ну и, соответственно, предложить определенные меры. Прежде всего, раз есть совместные полномочия социальной и политики, то нужно сделать так, чтобы регионы давали свои согласия и, по крайней мере, принимали участие в обсуждении всех этих вопросов. С другой стороны, налог на прибыль – это основное, примерно 25-35% доходной части региональных бюджетов – это налог на прибыль. Но все, по сути дела, проблемы налога на прибыль по инвестициям, по льготам обеспечиваются, регулируются федеральным законодательством, и поэтому по налогу на прибыль надо серьезно посмотреть. Может быть, даже вот мое личное предложение – вернуть его в федеральный бюджет с точки зрения доходов, распределения, а ввести, может быть, какой-то новый налог, налог с продаж, с отменой налога на добавленную стоимость. Правда, есть практика, когда в Канаде НДС существует, и налог с продаж существует, но тогда администрирование с точки зрения регионов и самостоятельность региональной политики, с точки зрения федеральной политики, действительно будет состоятельным.